В Кыргызстане впервые проведены честные и прозрачные выборы. Без этого невозможно развитие страны ни в экономическом, ни в политическом плане. Такое заявление сделала сегодня Алмазбек Атамбаев на встрече с международными наблюдателями. Все они положительно отозвались о проведенных накануне парламентских выборах и единодушно заявили, что Кыргызстан показал пример всем центрально-азиатским государствам. Подробнее расскажет наш коллега Канат Канеметов. Алмазбек Атамбаев принял глав миссии наблюдателей на седьмом этаже Белого дома и приветствовал собравшихся на английском языке. На встречу прибыли наблюдатели из таких авторитетных организаций, как ШОС, ОБСЕ, были и депутаты Европарламента. По тону и настроению Атамбаева стало понятно. Проведенными выборами он остался доволен. Не буду скрывать, несколько дней до выборов я не спал от переживаний. Эту ночь я не спал практически от счастья, потому что сбылась моя мечта. Для меня проведение честных и справедливых выборов было глубоко личным делом. Про личное Атамбаев вспомнил не зря. В 2009 году летом в Балакчи во время президентских выборов были арестованы 19 его сподвижников, которых впоследствии осудили. Как выяснилось позже, эти люди выступали против фальсификации массового вброса бюллетеней в урны. И через 6 лет в Кыргызстане впервые проходят чистые выборы. Это казалось невозможным, признался Атамбаев. Сегодня один из самых счастливых дней в моей жизни, потому что по всей стране, ни в одном регионе, ни в одном районе, ни в одном городе, ни в одном селе сегодня не было ни одного митинга, ни одного протестующего человека. Что, конечно же, говорит об итогах выборов, о качестве этих выборов. И что, конечно же, удивительно для нашей страны, что казалось буквально недавно невозможным в нашей стране. Казалось невозможным в нашей стране. Без биометрической системы можно только мечтать о выборах без фальсификации. Но и вводить ее было весьма и весьма сложно. Подготовка к этим выборам на базе с применением новых технологий, она сопровождалась истерией со стороны ряда НПО, со стороны ряда политиков и партий страны. Большое нагнетание ситуации в стране шло, вплоть до игр в конституционном суде. Мы это прекрасно помним, потому что эти люди выполняли чужой заказ. Им было важно, чтобы выборы в стране проводились по старым схемам и сопровождались митингами, беспорядками, дестабилизацией в стране. Это выполнялся чужой заказ. А Тамбаев дал понять, что ассоциировать Кыргызстан с беспорядками и хаосом уже невозможно, потому что чистые выборы – залог стабильности, без которых достичь общественного согласия нереально. Очень горжусь, что наша страна сделала еще очень большой шаг вперед. Вы знаете, что выборы такого уровня и с применением таких технологий – это первые в нашем регионе. Хотя мы не самая богатая страна в этом регионе, но это первые выборы подобного типа. И я не боюсь сказать открыто, что это первые, наверное, настолько честные, справедливые выборы во всем центрально-азиатском регионе. И это гарантия того, что Кыргызстан и дальше будет развиваться справедливо, будет развиваться и экономически. О том, как прошли выборы, международные наблюдатели уже высказались. На встрече с Атамбаевым они вновь заявили, что Кыргызстан сделал большой шаг вперед. Кыргызстан доказал всех мировое сообщество, что да, умеет кыргызский народ, наши братские народы провели на высоком уровне, который соответствует демократическим стандартам и всех международных норм и принципам, которые Европу, разные азиатские страны существуют. Без крика, без шума, без скандала, без выстрелов каких-то там. Это победа над собой, победа Кыргызстана в целом. И мы, я еще раз хочу, поздравить вас лично и весь кыргызский народ с очередной победой. И вчера вечером, и сегодня мы на пресс-конференции. Вот радовались как будто бы своему чему-то, абсолютно свое. То есть приняли это как огромный успех, огромное достижение. Бессловно, мы констатируем, что это были самые честные, справедливые и прозрачные выборы. Такой же позицией призяживаются и европейские депутаты. Это был своего рода эксперимент для вас, внедрение новой технологии, оборудования. Такого нет даже у нас в Германии. Но я должен сказать, аппаратура работала очень хорошо. И мы могли наблюдать в некоторых отдаленных избирательных участках, с каким участием и с какой верой люди приходили на участки голосовать. Вчера мы посетили порядка 20 избирательных участков. Особых нарушений мы не заметили. Но какие-то за исключением процедурных моментов. Кто-то не нашел свое имя в списке. И сотрудники, члены комиссии помогали им обнаружить, где их имена были записаны. Выборы прошли мирно, честно и в целом. И таким образом народ Кыргызстана смогли реализовать свои демократические права. Мы считаем, что эти выборы явятся под спорьем для дальнейшей демократизации. Впереди президентские выборы. Атамбаев надеется, что и они пройдут так же, как и парламентские. Перед тем, как попрощаться с наблюдателями, глава государства попросил их сфотографироваться с ним на память. Канад Канемета, Фалтенхан Бабаев, Общественный Первый канал.